Эти часы были подарены Горному институту весной 1918 года, наследниками екатеринбуржского предпринимателя Карла Лемке. Дорогой подарок принимал первый ректор Горного Петр Петрович фон Веймарн. Прошло много лет. Однажды стрелки раритетных часов надолго остановились. Устранить неполадки удалось в 1992 году. Тогда мастер починил часы, и они снова начали отсчет времени. Теперь они, как вечные стражи, хранят в себе много тайн и загадок о том, как юный Горный только вставал на ноги, и о трудностях, которые пришлось пережить. Самым сложным испытанием стала Великая Отечественная война. 60 лет назад я заходил в эти двери. На праздничный митинг в Горный Гелий Николаевич пришел с супругой Галиной Ивановной. Они всю жизнь прошагали рука об руку. Она и сегодня его верный друг и соратник. Поддержит в трудной ситуации, в моменты печали скажет ласковое слово. Здесь они познакомились много лет назад, а сегодня нахлынули воспоминания, словно этих лет и не было. По этой лестнице я поднимался еще в институт. После окончания Горного института Гелий Николаевич 37 лет проработал на кафедре месторождений полезных ископаемых. А до этого была война. В 1942-м его призвали в Одесское артиллерийское училище. На фронте уже давно шли бои. Молодому солдату очень хотелось поскорее присоединиться к защитникам Родины. Поэтому, когда объявили набор в десантные войска, он и его товарищи по службе сразу написали заявление и вскоре были отправлены воевать. Борьба за Родину, защита Отечества. Тогда мы бы больше ни о чем не думали. Мы, собственно, относились к службе в армии по-другому, чем сейчас, конечно. Мы готовились, капитально готовились. Еще в школе начинали уже. И все с удовольствием шли. В 1945-м Гелий Николаевич участвовал в освобождении Вены. Был контужен. О страшных боях вспоминает с неохотой. Да и многое, говорит, уже стерлось из памяти. И это к лучшему. Однако есть моменты, которые забыть сложно. Так однажды молодому солдату Старцеву пришлось в одиночку отбиваться от немцев. В дивизионном прошли немецкую оборону. Ну, когда уже расположились боевые порядки, выяснилось, что мы зашли в тон немцам. Ну, и надо было сообщить в дивизию. Ну, поскольку тогда связи не было, меня послали с донесением. Когда я прошел, я помню, смутно, конечно. Где-то отстреливался, где-то гранату бросал, еще пробивался. Ну, я прошел благополучно. На мраморных плитах Горнятского мемориала выбито 115 фамилий, студентов и преподавателей горного, не вернувшихся с фронта. Каждый год здесь собираются ветераны Великой Отечественной, друженики тыла и все, кто хочет возложить цветы и почтить память солдат. Хотя Свердловский горный институт был не самым крупным вузом на Урале, именно среди горняков больше всего героев Советского Союза. Пять человек. Воскресный день 22 июня 1941 года был омрачен страшной вестью. Началась война. Сообщения передали по радио во второй половине дня. Утром никто и не подозревал о том, что немцы уже напали на Советский Союз и совсем скоро молодым ребятам придется брать в руки оружие и защищать родину. Академик Шевяков вместе с семьей был в парке Маяковского. И когда возвращался из парка Маяковского вечером домой, то узнал о том, что началась война. Студенты-геологи проходили в это время геологическую практику в Сухом Лагу. Из воспоминаний Нины Анатольевны Поповой, выпускницы 1944 года. Полазив за день по склонам гор, простучав и описав горные породы, к вечеру студенты возвращались на базу. Играли в волейбол, танцевали под патефон в небольшом зале школы, а потом расходились погулять по окрестностям. Кто парами, кто группами. Молодежь жила, училась, веселилась, влюблялась. И никто из них не задумывался, долго ли им осталось жить. Утром, 22 июня, все студенты отправились на реку, чтобы сдать нормативы по плаванию. Утро было теплым и солнечным. Соревнования уже подходили к концу, а время к полудню, когда с базы прибежал дежурный, крича «Война!». Это было как взрыв. Окружили дежурного, раздавались голоса «Какая война? Где? С кем?». Никому не хотелось верить такой страшной вести. Кто-то предложил сфотографироваться на небольшой поляне вблизи школы. На фотографии 53 человека. В этот день они еще не могли предположить, что война будет такой затяжной и тяжелой. Узнав весть о войне, горняки поспешили в комитет комсомола. Многие имели при себе заявление о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. Через некоторое время был объявлен набор девчат на курсы медсестер и радисток. Из воспоминаний Анастасии Новоселовой. Трудное это было время. Враг наступал. С болью в сердце слушали мы сводки информбюро. Едва залечив раны, еще слабые, наши больные осаждают врачей и просят выписать их из госпиталя и направить на фронт. Долго мы с Леей Купенской осаждали военкомат, просились на фронт. Наконец, нашу просьбу удовлетворили. В декабре 1942 года нас отправили на фронт. Перед отправкой нам удалось забежать домой, проститься с родными. Мама мне сказала, нет у нас в семье мужчин. Иди же ты защищать родину. Когда началась война, Николай Николаевич Спицын работал в горном институте в механических мастерских. В феврале 1942 года его забрали на фронт. Трижды был ранен. Но благодаря силе и выдержке дошел до Берлина. Самое тяжелое ранение было в январе 1943 года под Великими Луками. Бой был очень сильный. Противника раненых вывести было невозможно. Я, значит, лежал раненый, в воронку заполз и лежал до темноты. А были сильные морозы. У меня, значит, полная нога валеных, все, кровь была, застывшая, застыла. Я весь был обмороженный и без сознания. Долго молодой солдат Спицын лежал на холодном снегу. А над головой свистели пули. Шел жестокий бой с врагом. Потом от товарищей Николай узнал, что вынесли его с поля только под вечер, когда утихли выстрелы. Сначала разместили в полевом госпитале, а потом погрузили на эшелон и отправили в город Калинин на лечение. Значит, я напишу одну формулу. Может быть, кто-нибудь знает, что это за минерал? В этой аудитории на кафедре минералогии Владимир Николаевич Авдонин когда-то читал лекции. Бегадается? Горный он считает своим родным домом. Трудится здесь с 42-го года. Сначала в качестве студента, потом преподавателя, декана геолого-разведочного факультета и старшего научного сотрудника геологического музея. Значит, вот декан Авдонин вот здесь вот. Учиться в годы войны было сложно, в основном из-за плохого питания, но, несмотря на полуголодное состояние, стремление к знаниям не угасало. Нужно жить было, подрабатывать сядили, надо обеспечить себя. Все стоило, было дорого, питание недостаточно, туговато, голодновато, голодали, но ничего. Сегодня его считает одним из лучших специалистов в области минералогии на Урале. Камни он знает в лицо. Его именем назван редкий минералов Данит. На выпускном вечере одна из студентов пообещала, если откроет новый минерал, обязательно назовет его в честь любимого учителя. Так и произошло. Ну вот, я вам покажу, как он выглядит. Но есть еще одна профессия, которую он овладел в годы войны. Смотришь, опять некоторых ребят нет уже в потоке еще, на другой через несколько дней еще исчезает. Ну и, наконец, дошла моя очередь. Тоже пригласили в военкомат и говорят, вот есть путевка в Киевское военное медицинское училище. Одна. Если пойдет, согласен, то мы тебя и отправим туда. Так студентов Донин сменил горнятский пиджак на халат фельдшера. После окончания по распределению был направлен в город Штетин, в штаб 2-го Белорусского фронта. Тогда, в апреле 45-го, наши войска вели успешное наступление и почти не сомневались в победе. Добирались до места назначения долго, вспоминает Владимир Николаевич, через разрушенные города и поселки. На крыше вагона товарного, доехали до пригорода Варшавы, Праги. Сидел на крыше, чудно, природа, тепло. Утром перешли в Вислу. Город разрушен до основания. Город кирпича. Я ни одного целого здания не видел. Так приехали в город Штетин. Огромный, красивый город, но без единого жителя. Здесь лейтенанты медицинской службы распределили воинскую часть, которая занималась репатриацией людей. Там он и проработал несколько месяцев помощником начальника аптеки. Потом снова было распределение, и лейтенант Авдонин оказался уже недалеко от Магдебурга, где был назначен старшим фельдшером в военном госпитале. Те студенты и сотрудники Горного, кто остался в институте, мобилизовались для работы в тылу. Стране и фронту нужны были в большом количестве металл, азбест, уголь и другие полезные ископаемые. Были значительно повышены темпы добычи руды, велись обширные исследовательские работы, результаты внедрялись в производство. В научные и производственные организации только в июле 41-го было откомандировано около 60 сотрудников института. Это сейчас, в мирное время, здесь спокойно учатся студенты-горники. А в годы войны в этом здании располагался госпиталь. Вместо учебных парт здесь повсюду стояли больничные койки с ранеными, и студенты Горного были созданы санитарные дружины. Эшелоны с фронта подходили практически ежедневно. Ребята выносили искалеченных людей из вагонов, девушки дежурили в госпитале, помогали ухаживать за солдатами. Было страшно, но молодость и энергия помогали жить и верить в победу. Из воспоминаний Петра Прохоровича Фролова, выпускника 43-го года. Самым страшным был день, когда прибыл первый эшелон с ранеными. Этот состав был поставлен перед пятым корпусом общежития в Автус-городке. Тогда железная дорога проходила по участку возле корпуса нашего общежития, и мы помогали выносить искалеченных людей из вагонов. Нашему ужасу не было конца. Мы увидели и поняли, что такое война. На одном из таких санпоездов работала Ольга Николаевна Турицына. В Горном 57 лет она была лаборантом кафедры общей электротехники. Сейчас Ольга Николаевна почти не выходит на улицу, поэтому наша съемочная группа отправилась к ней домой. В маленькой комнатке все под вкус хозяйки. На стенах фотографии сыновей и картины ручной работы. Вышиванием Ольга Николаевна увлекается с юности. Когда узнали о войне, рассказывает наша героиня, сразу с подругой решили, пойдем на фронт добровольцами. Однако в военкомате долго отказывали. Приходим, все, значит не надо, не надо. Потом слышим, у нас на нашу железнодорожную станцию пригнали санитарный поезд, разрушенный, разбомбили его. Вот мы пошли туда и нас там взяли. В 12-м вагоне Ольги Николаевны были в основном тяжело раненые бойцы. Тосковали они по дому, по родным и близким. Часто медсестры писали зараненых письма на родину. А чтобы поднять настроение, порой запевали песню. Ну вот, я тут вот молодая, а тут я уже в годах. Перед милыми сестричками даже раненые бойцы хотели хорошо выглядеть. Этой бритвой я вот и брила всех. Вот эта вот бритвочка вот, она все выдержала. Нашему приходу Ольга Николаевна очень рада. Говорит, нечасто приходится встречать гостей. А порой так хочется перекинуться с кем-нибудь словечком. Мне однажды женщина позвонила, ошиблась номером. Говорит, ой, я номером ошиблась. Я говорю, вы женщина, поговорите со мной. Так мы с ней целый час разговаривали по телефону. Из письма студента 4-го курса Владимира Золотарева родителям. Очень прошу, чтобы все мои институтские конспекты и записи, литература, учебники были в порядке. Они представляют для меня большую ценность. Если я останусь жив, то после войны буду заканчивать высшее образование. А сейчас послужу так, как требует Родина, не щадя своей жизни. И не пощадил. Погиб лейтенант гвардии, командир минометного взвода в феврале 42-го года на Курской земле. Сколько было таких писем? Не с честь. Сколько ребят больше не переступили порог родного дома, не вернулись в любимый вуз, не увидели однокурсников. Но жизнь продолжалась. Несмотря на все трудности, студенты Свердловского-Горного все же успевали бывать в театре и на вечерах в институте. Там, конечно, преобладали девушки. Порой приходили раненые из госпиталя. На концертах выступали артисты местных театров. Жизнь протекала с абсолютной уверенностью в победе советского народа. В марте 43-го года вышло распоряжение Государственного комитета обороны из Горного института студентов в армию не брать. Институт получил право отзывать с фронта старшекурсников, аспирантов и преподавателей. Уже тогда власти готовились к восстановлению промышленности. Нельзя было растерять кадры. Студентам дали карточки для дополнительного питания. Они назывались ВДП. Ну вот остряки студенты расшифровывали. Это как умрешь днем позже. Не хотели ли закрыть институт в годы войны? Что вы? Такой мысли никогда не возникало. Более того, сюда в годы войны был эвакуирован Днепропетровский горный институт. Здесь работали преподаватели этого института, учились и студенты. И практически с самого начала войны стали уже обсуждаться проекты восстановления горных предприятий западных районов нашей страны. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. 9 мая 1945 года улицы Свердловска оживились необычно рано. Погода была пасмурная, шел дождь. Но никакое ненастье не могло помешать радостному настроению людей. Советский Союз одержал победу над фашистской Германией. Война закончилась. Вся страна праздновала победу. В Киеве был парад победы, в котором я участвовал. Как раз собрали батальон вот таких молодых, как я, которые только что кончили военное училище. А мы же были все натренированы. Мы прошли очень красиво и на трибуне зааплодировали. 1418 скорбных дней и ночей матери ждали своих сыновей, жены мужей, дети отцов. Горны тоже ждал своих воспитанников. За 4 года военную форму надели 729 горняков. Они не жалели своей жизни ради жизни сегодняшней. Пронеслись военным годам, След отстали в письмах треугольных, Почему сегодня иногда Вспоминать об этом нам так больно. Где-то вспомнит бывший капитан, Как писал короткий признаний, Сядет на просиженный диван, Человек без комплексов и звания Сядет на просиженный диван, Человек без комплексов и звания Как много таких капитанов, которые подарили нам будущее. Одни сражались под пулями на фронте, Другие ковали победу в тылу. Сколько отдано жизни и здоровья, Они все выдержали, Дошли до победного теплого мая. Они и сегодня, спустя много лет, Сильны духом и молодой душой. Спасибо вам, дорогие ветераны. Низкий вам поклон.